МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Закрыть, чтобы не платить в Черновицкой области из-за дорогой коммуналки не работает больница. Что говорят чиновники? Самолет с телами семи погибших в результате теракта в Кабуле прибыл в Украину. Спецрейс приземлился в грузовом терминале аэропорта Борисполь около четырех часов назад. Вернулись и 19 украинцев, которые пережили нападение. Напомню, 20 января боевики террористической группировки Талибан атаковали отель в столице Афганистана. По официальным данным, погибли 18 иностранцев, из них семеро украинцы. Еще один украинский военный освобожден из плена боевиков. Романа Савкова полгода удерживали в Макеевской колонии. Впереди у него лечение в военном госпитале, ведь вернулся Роман изможденным и больным. На кого обменяли бойца и сколько еще заложников предстоит освободить об этом в материале Руслана Смещука. Пункт пропуска Майорск. Всего в нескольких километрах оккупированная Горловка. Именно тут и происходит обмена. Скорее выдача Романа Савкова, бойца 92-й бригады. На неподконтрольную территорию отправляется скорая. Начинается томительное ожидание. Наконец машина возвращается. Роман попал в плен 19 июля прошлого года под Красногоровкой. Его позиции под прикрытием танка и артиллерии штурмовала вражеская пехота. Боевики убили троих украинских военных, а Романа Савкова почти в бессознательном состоянии пленили. Позже его доставили в Макеевскую колонию. Дуже было несполни. Граната взорвалась. Я в блиндаже не успел выйти. Погано помню все. Короткий разговор с мамой. Она только узнала об освобождении сына. У мужчины в плену развился диабет. Всего за два месяца он потерял 25 килограммов. Уважив 180, устратил до 50. Ну, сейчас строки набрал. Будет эксплуатация в армии или в мирное житие? На большинстве всего в мирное житие. Что сейчас хочется на больше? Горитбик побачит. Украинского пленного обменяли на помилованную президентом Надежду Козлову, 19-летнюю жительницу Донбасса, которая убила двоих нацгвардейцев, взорвав гранату внутри машины. Роман Савков рассказал, что в Макеевской колонии, где его держали, еще остаются пленные украинские военные. Когда вы привезли нас на телевизор, на новини, то спілкувалися. А потом телевизор подменили, и мы не видели. Только кто в камере сидит, то с ними говорилось. Сколько вы скажете там вообще? Пять человек. Это же зимой было. Ему еще где-то слотые, я не знаю. Можно сказать их имена? Кто там лежит в камере? Саша Кореньков, Сережа, Саша Поляков, Богдан залашился, и Рома Твердый. В начале февраля у Романа Савкова день рождения. Ему исполнится 29. Отмечать будет в кругу родных. Руслан Свящук, Сергей Дубинин и Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. Украинская делегация прибыла на Всемирный экономический форум в Довосе. Буквально в эти минуты продолжается очень важная встреча президента Порошенко с директором Международного валютного фонда Кристин Лагард. О чем они говорят и чем еще запомнится второй день форума самых богатых и влиятельных людей мира. На прямой связи из Довоса Светлана Чернецкая. У нее знаем все подробности. Светлана, здравствуй, тебе слово. Добрый вечер, Катя. Это без преувеличения одна из важнейших довосских встреч для украинской делегации. Президент Порошенко в эти самые минуты проводит переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда. Уже традиционно они встречаются в рамках форума. Вот только в этот раз переговоры может омрачить вопрос об антикоррупционном суде. Создание этого суда одно из условий дальнейшей финансовой поддержки со стороны МВФ. Ну а законопроект в фонде раскритиковали и внесли свои предложения. Теперь ждут, прислушается ли к ним Киев. В последний раз Украина получала транш от фонда в апреле прошлого года. Сотрудничество с МВФ замедлилось на фоне претензий международных кредиторов по поводу реформ. В эти минуты встреча продолжается, поэтому о результатах ее мы расскажем уже в следующих выпусках. Ну а также сегодня президент Порошенко встретился с премьером Израиля Бениамином Нетаньяху. Они обсудили сотрудничество между странами. А чем еще запомнится второй день Всемирного экономического форума в Давосе? Я предлагаю посмотреть в моем сюжете. Это главная рекламная площадка Украины. Впервые в 48-летней истории форума у нас появился свой дом на центральной улице Давоса. Здесь каждый день проводят дискуссии и встречи. Рассказывает о самых привлекательных сферах Украины в плане инвестиций. В том числе и о технологиях, энергетике, сельском хозяйстве и IT. Кстати, завтра одной из участниц дискуссии будет всемирно известный человекоподобный робот София. Украина имеет еще большие функции. Наше создание, переборка людей, сделать все возможности, чтобы они заходили в Украину, реализовали свои проекты, створяющие гроши в Украину. Что касается главной программы форума, то самые ожидаемые выступления канцлера Германии, президента Франции. Для Эммануэля Макрона это первая речь в Давосе с момента его избрания в мае прошлого года. И он предложил свое собственное видение мира. К молодому президенту здесь очень большой интерес. Он стремится стать главным европейским лидером. И эта роль ускользает от Ангела Меркель. Позиция немецкого канцлера в ЕС немного пошатнулась после долгих месяцев политической неопределенности после выборов. В своем выступлении Меркель сконцентрировалась на будущем Европы. Европа должна взять на себя больше ответственности, а не полагаться на США, как это было раньше. Мы должны брать свою судьбу в собственные руки. И мы уже начали это делать, запустив общую оборонную политику и объединяя усилия по поводу миграции. Хотя в этом вопросе в ЕС еще много расхождений. Президент Порошенко тоже выступит на сцене форума. Это произойдет послезавтра. Вместе с президентами Польши и Литвы он будет участвовать в дискуссии о Центральной и Восточной Европе. И в пятницу же Порошенко планирует встретиться с американским президентом. Дональда Трампа в Давосе ждут далеко не все. И здесь, и в Цюрихе проходят массовые демонстрации против его приезда. Впрочем, в пятницу Трампа ждут с обращением на главной сцене форума. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, телеканал Интер из Давоса, Швейцария. В Давос сегодня вечером вылетает и Дональд Трамп. В последний раз президент США участвовал в экономическом форуме 18 лет назад. Ни бушни, тем более Обама, в Швейцарию не ездили. И понятно, что выступление Трампа станет одним из главных событий. С чем он летит на Давосскую встречу, выяснял в Вашингтоне Дмитрий Анопченко. Сегодня в 20.10 по Вашингтону за Трампом в Белый дом прибудет вертолет. Ведь уже в полдевятого вечера у него рейс в Давос и предстоит ночной перелет. Остальная делегация летит отдельно. В ней и глава президентской администрации Джун Келли, и госсекретарь Тиллерсон, и советник по нацбезопасности Макмастер, и даже зять президента Джаред Кушнер. Пресса сегодня пишет, мол, американский десант в Давос впервые настолько масштабный, что на эту поездку в Швейцарию Вашингтон 40 миллионов долларов потратит. В том числе и расходы на меры безопасности, они будут серьезными. Стоит ли игра свеч? В Белом доме уверяют, да. Два ключевых чиновника, президентские советники по экономике и по нацбезопасности, перед отлетом на брифинг вышли. Рассказали, Трампа в первую очередь интересуют новые рабочие места и инвестиции. Надо ведь предвыбранные обещания выполнять. Так что говорить он намерен в основном не о политике, а о возможностях для бизнеса в Соединенных Штатах. И даже показательный факт. Пригласил поужинать с ним завтра не коллег президентов, а первых лиц крупнейших мировых компаний. Экономическая безопасность – вот основа национальной безопасности. Но параллельно президент уделит время в Давосе и обсуждению таких вызовов, как корейская ядерная проблема, борьба с ИГИЛ, Ближний Восток. Основные встречи Трампа в четверг, в том числе и с главными союзниками – британским премьером Мэй и израильским Нетаньяху. Из неофициальных разговоров в кулуарах американских властных структур становится понятно. Отправляясь сейчас в Давос, Дональд Трамп на самом деле преследует три цели. Во-первых, действительно привлечь инвестиции, в том числе и под свои личные гарантии. Во-вторых, лично убедить мировых лидеров в том, что его знаменитый лозунг «America first» не означает экономический ущерб для всего остального мира. А дискуссия об этом как раз и запланирована в рамках форума. Ну а в-третьих, продемонстрировать, что Америка по-прежнему остается мировым лидером. А сомнения в этом во время прошлой давосской встречи откровенно высказывали китайцы. И пока критики и пресса злорадно потирают руки, мол, в Давосе Трамп в очередной раз опозорится, его команда настроена оптимистично. Ведь в отличие от большой политики, в большом бизнесе президент как раз специалист. Что-что, а деловые переговоры проводить умеет. Поэтому и лидерам, которые готовятся с ним встретиться в рамках форума, тоже стоит поискать другие неформальные аргументы, чтобы получить результат. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Пока Трамп готовит нужные слова для участников Давоса, его вице-президент уже произвел впечатление на израильских депутатов. Он произнес в местном парламенте речь, которую сразу же назвали сенсационной. Почему, знает Сергей Ослендер. Визит Майка Пенса в Израиле уже называют историческим. Американского вице-президента здесь встречали как очень дорогого гостя. Для проезда его кортежа перекрыли трассу номер один Иерусалим-Тель-Авив, чего обычно не делают даже для первых лиц государства. Пенс побывал на святых местах, посетил стену плача и мемориальный комплекс Яд-Вашем. Но главной частью его визита, безусловно, стала речь в Кнессете, которую арабские депутаты пытались сорвать, устроив провокацию. Но бунтовщиков скрутило и вытолкало из зала охрана парламента. Арабы обиделись на Белый дом за признание Трампом Иерусалима, израильской столицей. А палестинский лидер Махмуд Аббас из-за этого даже отказался встречаться с Майклом Пенсом. В своей речи Пенс наговорил много хороших слов про Израиль и его народ, про бурное развитие государства. Но это были лишь комплименты, своего рода вишенка на торте. А вот сам торт как раз состоял из двух важных частей. Во-первых, Пенс официально объявил, что до конца 2019 года Соединенные Штаты перенесут свое посольство в Иерусалим. Это вопрос решенный, таково распоряжение Дональда Трампа. А во-вторых, он сказал, что Штаты полностью разочаровались в ядерной сделке с Ираном и намерены ее аннулировать. Этот договор – катастрофа, и Соединенные Штаты Америки больше не ратифицируют это плохо продуманное соглашение. Ранее в этом месяце президент временно снял санкции с Ирана, чтобы дать время Конгрессу и нашим европейским союзникам для принятия более строгих мер. Но в то же время он ясно дал понять, что это в последний раз. Если Иран не остановит свою ядерную программу, Соединенные Штаты немедленно выйдут из иранской ядерной сделки. Вообще-то это самая настоящая сенсация. В Израиле по этому поводу настоящий праздник. Ядерная программа Исламской Республики на сегодняшний день для еврейского государства – главная стратегическая угроза. Что же до конфликта с палестинцами, то вот тут Пенс как раз ничего нового не сказал. Курс Трампа в этом вопросе очень простой. Хотите мириться – садитесь за стол и договаривайтесь. Мы в это дело больше вмешиваться не хотим. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Не отменять экономические санкции, пока Россия не покинет территорию Крыма. С такими словами к евродепутатам обратились лидеры Крымско-татарского национального движения Ильны Умеров и Ахтем Чайгос. Они выступили в Брюсселе на заседании Комитета по правам человека Европарламента. Напомню, Симферопольский районный суд приговорил Умерова и Чайгоса к 2,8 годам тюрьмы за призывы к сепаратизму. В октябре осужденных передали Турции, после чего они вернулись в Украину. Захват Крыма готовился задолго до 2014 года. Об этом заявил спикер парламента Андрей Порубий в суде по делу о госизмене Януковича. Сегодня там допросили трех свидетелей, о чем они рассказали в материале Игоря Левенка. Допрос спикера продолжался почти два часа. С февраля 2014 Андрей Порубий был секретарем СНБО. И по его словам, захват украинских территорий Россия готовила с 2012 года. И ему известно, что в Крыму и еще в семи областях создавались пророссийские военизированные формирования, которые в нужный момент должны были захватить власть в регионах. А стратегическим планом Москвы было присоединение юго-восточных областей к России и создание коридора до Приднестровья. Янукович, по словам Порубия, всячески способствовал воплощению этих замыслов. Формовалась мережа, контрольованная российскими спецслужбами и организаций. Готовали кадры и имели детальный план захопления министерских администраций, захопления министерских органов и, соответственно, подготовки к ведению российских войск. Сторона Виновича полностью задоволена показаниями данного свидетеля, который подтвердил, что Винович Янукович сковил государственную врагу. Еще один свидетель на слушаниях – Дмитрий Кушнерук, который тогда являлся сотрудником украинского представительства в ООН. Он рассказал, что письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска в Украину было зарегистрировано как официальный документ в секретариате ООН. Текст обращения получили все члены совбеза. И с помощью этого документа российская делегация пыталась оправдать свою агрессию в Украине. А вот бывший председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев убежден, обращение к Путину беглый президент написал не по своей воле. Хотя в своих показаниях свидетель со стороны защиты согласился. Россия тем самым хотела хоть как-то узаконить свои действия на полуострове. В ночь 26-го на 27-е, в 24-го утра, ко мне позвонил дежурный по главу милиции и сказал о том, что неизвестными милициями захвачены здания Верховного Совета и совминок. При этом находившись там милиционеры охраны, они были удалены из этих помещений. Соружья вместе все люди подошли. Могилев сообщил, что ему известны все детали захвата здания правительства автономии. Его произвели профессиональные военные. Завтра на суде планируют допросить главу Меджлиса Рифата Чубарова и двух охранников Виктора Януковича. Игорь Левенок, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Сегодня сотрудники НАБУ нагрянули в гости к замглаве миграционной службы Дине Пимаховой. Обыски провели и в рабочем кабинете чиновницы, и в ее квартире. Антикоррупционеры подозревают, что Пимахова получила взятку в размере 30 тысяч долларов от одного из агентов НАБУ. Сама она утверждает, что невиновна, а детективов обвиняют в нарушении процедуры проведения следственных действий. Дескать, вскрыли дверь, проникли в квартиру и отказались дожидаться адвоката, на чем настаивала Пимахова. Я сказала, что сейчас подъедут адвокаты, через 10, буквально 15 минут мы откроем и будем проводить следственные действия. На что сотрудники НАБУ сказали, что ждать не будут, и начали взлом дверей. Двери взломали, зашли. Значит, я хочу сказать, что я предоставила абсолютный доступ ко всем вещам. За комментариями по поводу обыска в замглаве миграционной службы мы обратились в НАБУ. На вопрос, была ли нарушена процедура, там не ответили, но подтвердили, что дело расследуют, и у них есть основания подозревать чиновницу в коррупции и проводить обыски. Обыски связываются с метою пошуку и увеличения грешовых коштей, и, вероятно, полученных службовой особой государственной службы и другими службовыми особами, как неправомерные выводы, а также выявление и фиксации и других следовательствий, которые могут свидетельствовать о обстановке действия криминального правопорушения, которое расследует детективы в бюро. На разу, пока что, это вся информация, которую мы можем предоставить. Процесс в еще одном резонансном деле анонсирован на завтра. В Соломинском райисуде столицы изберут меру пресечения главе аудиторской службы Лидии Гавриловой. Напомню, НАБУ подозревает ее в незаконном обогащении на 10 миллионов гривен. Сама чиновница утверждает, живет честно, а дело против себя считает политическим давлением. Тем временем, отстранить Гаврилову от должности, пока идет расследование, требуют нардепы. Лидер СПУ Сергей Каплин предложил создать в Раде рабочую группу по делу о незаконном обогащении главы аудиторской службы. Мы сегодня требуем, чтобы Верховная Рада Украины создала отдельный специальный орган, рабочую группу, где бы народные депутаты Украины помогли Национальному антикоррупционному бюро и другим правоохранным антикоррупционным органам расследовать каждый день жизни новостворенной структуры, которая должна бороться с хабарностью. Вместо того, на мое твердое переконание, покрывает хабарство, покрывает многомиллиардные оборудки и сопротивляет распространению государственного бюджета. Засекретил свою победу. Нафтогаз не опубликует решение арбитражного суда в Стокгольме от 22 декабря по спору с Газпромом. Все это, как пояснили журналистам в компании, ради того, чтобы лишить Газпром козырей и заставить выполнить вердикт. Напомню, после почти трех с половиной лет судебных разбирательств между Нафтогазом и Газпромом большинство требований украинской компании удовлетворили. Но по решению арбитра в Нафтогаз остался должен Газпрому почти 2 миллиарда долларов. Жертвы коммуналки в Черновицкой области экономят на отоплении в медучреждениях. И делают это довольно радикальным способом. Закрывают сельские больницы. Как на такую оптимизацию реагируют пациенты, видела Ольга Паломарюк. Десять утра на улице минус двадцать. Но мороз не помешал жителям Топороца выйти на улицу. Сотни людей протестуют против закрытия местной больницы. Инфаркт миокарда, инсульт. Эта лекарь не дает первую помощь. А пока довезти до Чернівців или Новоселець, людина помрёт в дороге. Медучреждение подчиняется районной больнице. На днях ее главный врач прислал распоряжение. Стационар закрыть. Село люди по крупинках збирали. Кто сколько мог давать, чтобы это было газовое отопление. Почему закрытие? Оно не валится. Оно в хорошем состоянии. Мы поддерживаем. Эти люди села. Чем могут? Помогают. Нет. Прийти, закрыть, покласти хрест на цей лекарні. Когда-то это была большая больница со своей операционной и разными отделениями. Но год за годом все сокращали. Осталось всего десять койко-мест. И даже эти несколько палат отапливать дорого. В зимние месяцы набегает до 100 тысяч гривен. Вот и решили закрыть стационар, а персонал отправить в принудительный отпуск. В связи с тем, что нет денег, нас 24 числа должны отключить от газового опаления. И нам будут выплачивать 2 третих, чтобы мы сидели дома. Мы никуда не пойдем, а нам уже будем сидеть дома. Пока селяне протестуют, больные хватаются за голову. Среди них и пенсионерка Елена Гуцуляк. У женщины проблемы с артериальным давлением. Куда эти даже не представляют. Возмущенные люди перекрыли сразу несколько сельских дорог. Не пропускают никого. Требуют, чтобы приехали чиновники. Через час те появляются. Успокаивают. Деньги на отопление найдут в сельском бюджете. Никто газ не вымыкает. Тепло залишается. Мы забезпечиваем и медикаментами, и забезпечиваем харчуванием, и заработной платностью. Медичный склад. Мы имеем в виду для установки. Нам помогают. Мы очень благодарны. Но дальше все равно это вопрос нужно решить. В обещании чиновников люди поверили. Если не выполнят, пригрозили, снова выйдут на дорогу. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновицкая область. Опровергнуть недостоверную информацию требует в Харьковском облсовете от главы Минздрава Оляна Супрун. Она обвинила местных чиновников в срыве программы «Доступные лекарства». Наши корреспонденты побывали в районных больницах и аптеках, чтобы узнать, работает ли программа и на чьей стороне правда. Результат в следующем материале. Эти женщины пришли в аптеку Дергачевской районной больницы получить бесплатные медикаменты, которые государство выделяет им по программе «Доступные лекарства». В аптеке показывают пачку рецептов с красными печатями, по которым людям бесплатно выдали лекарства. Это рецепты, которые отоварили мы в течение недели. Средства от гипертонической болезни, лапирилы, бисопрололы, младипины. Отпускаются от сахарного диабета, от бронхиальной астмы. Все препараты есть в наличии, все препараты выписываются. Эндокринолог Дергачевской ЦРБ уверяет, с начала года никаких проволочек не было. Мы начали работать со 2 января 2018 года. Более того, в этом году еще добавлен один препарат, глибинкламид, для пациентов с больных с сахарным диабетом. За этот месяц мы выписали 14 рецептов. Все, кто обратились, все выписали. Но у Министерства здравоохранения своя арифметика. На официальном сайте Минздрава и на страничке в фейсбуке глава ведомства Ульяна Супрун заявила, местные власти до сих пор не распределили деньги по программе «Доступные лекарства». Мол, из Киева в регионы 83 миллиона ушли еще 3 января, но до пациентов до сих пор не дошли. Якобы по вине облсоветов, которые не могут эти деньги распланировать. В Харьковском тут же все опровергли. Но публикация главы облсовета Сергея Чернова на странице в фейсбуке тут же была удалена, а сам профиль заблокирован. Я после того, как появилась эта информация, мав разговоры с руководством управления и фаховцами охраны здоровья областной державной администрации, с департаментом финансов, с территориальным управлением казначейства. И все мне подтвердили, и не только устно, а и документально, о том, что все деньги находятся на местах, они перерахованы, они работают. То есть информация, которая размещена на сайте Министерства охраны здоровья, не отвечает действительности. На следующий день в другой публикации власть на местах также обвинили в срыве вакцинации населения от кори. В оппозиционном блоке говорят, это перекладывание ответственности. На протязи уже больше, как полтора года, Министерство охраны здоровья не провело ни одной коллегии Министерства охраны здоровья. То есть контакты с региональными управлениями охраны здоровья, департаментами, на сегодняшний день не существует. И если Министерство не хочет слушать критику с боку голев, в данном случае областной ради, то возникает вопрос о том, насколько прозорой есть эта деятельность. У регионов тоже много вопросов к Минздраву, говорят чиновники. Местным советам приходится самим финансировать программы, за которые должно отвечать Министерство. Это и деньги на гемодиализ, и лекарства для орфанных заболеваний, и вакцины, которых в регионе осталось на пару месяцев. Светлана Шикер, Александр Яновский, Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности, телеканал Интер. Центр социсследований София опубликовал новый рейтинг политических сил. По итогам 2017 года показатели электоральных симпатий у тройки лидеров возросли. У Батькивщины 12% поддержка, у БПП на процент меньше, а за оппозиционный блок готовы отдать голоса 10,5% вопрошенных. Остальные политсилы имеют либо пограничные показатели для прохождения 5% барьера, либо низкие шансы его преодолеть. Сегодня стали известны кандидаты на должности в обновленный центр избирком. И сегодня же лидер Батькивщины выступила с официальным заявлением, поскольку в списке нет ни одного представителя этой политической силы. При этом есть претенденты от всех остальных фракций. Такие действия, считает Тимошенко, незаконны и просит исправить ошибку. Вы смотрите подробности, и вот о чем мы расскажем во второй части программы. Сойдет снег, сойдет и мусор. Почему в Черкассах уже неделю коммунальщики не могут справиться с вывозом отходов? Уроки безопасности. Почему в немецких школах предлагают установить металлодетекторы? Черкассы оказались в блокаде мусорной. Отходы в городе вывозят с перебоями еще с нового года. В некоторых районах уже растут горы из пакетов. Почему, выяснял Станислав Кухарчук. На эту площадку сносят мусор жители нескольких многоэтажек. Но отходы выбрасывать уже просто некуда. Баки забиты, а рядом растет гора пакетов. И подобная ситуация по всему микрорайону, говорит председатель ОСББ одного из домов. Ну суток трое, наверное. Наверное, что за троти сутки не приезжают. Инна Николаевна уверяет, за вывоз отходов жильцы платят исправно. А вот почему мусор не забирают, не понимает. У нас такого мусора никогда не было в нашем, взагалі, для нашего домика. Я вчера телефонувала в службу чистоты несколько раз. Служба чистоты, взагалі, ни диспетчер, ни начальство не берут слуховку. За вывоз бытовых отходов в городе отвечает служба чистоты. Все мусоровозы вышли из строя еще 7 лет назад. Ремонту они не подлежат. В 2010 году служба чистоты заключила договор с киевским частным предприятием. Оно обязалось предоставлять контейнеры, машины, ремонтировать транспорт. За эти услуги коммунальщики платят около 2 миллионов гривен в месяц. Но с конца 2017-го с частниками начались проблемы. У них внезапно стали ломаться мусоровозы. Из 7 мусоровозов на ремонте сейчас 4, остальные едва справляются с вывозом мусора. Александр Верденский еще несколько лет назад был директором коммунальной службы чистоты. Теперь руководит филиалом частного предприятия. Объясняет, машины старые, поэтому постоянно ломаются. Да и заезжать во дворы из-за снега сложно. И просят немного подождать. Два-три дня стабилизуется, а лишь вставание есть. То есть, если есть вставание, два-три дня так быстро, но за тиждень только вырянется. Коммунальщики скептически относятся к подобным обещаниям. И уже обратились к городским властям с просьбой выделить деньги на закупку собственной техники и баков. 12 мусоровозов и 2000 контейнеров обойдутся в 50 миллионов гривен. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкассы. Усилить контроль безопасности на дорогах требует Владимир Гройсман. На совещании в кабине он инициировал создание координационной комиссии по вопросам дорожного движения. Теперь в проекты по строительству трасс должны обязательно закладываться развязки, островки безопасности и пешеходные переходы. А все дороги должны быть оснащены видеонаблюдением. Мы должны создать целесную систему забегания правопорушений, перевищения швидкостей, создания небезпеки для участников дорожного движения. И в том числе и для пешеходов. Я считаю, что 2018 год должен быть годом, когда весь этот комплекс заходов будет реализован. В новом законодательстве, которое принято парламентом, предположено 5% дорожного фонда, а это несколько миллиардов. Мы будем направлять на безопасность дорожного движения в стране. Николаевский губернатор оказывает давление на местную прессу, которая пишет о нем критические материалы. Об этом сообщили журналисты Татьяна Локацкая и Андрей Лохматов. По словам Лохматова, в одном из выпусков его интернет-проекта он рассказывал о незаконных строительных работах в Николаевском аэропорту. И приводил доказательства, как заместители Савченко и депутаты облсовета требовали от руководства аэропорта как можно скорее объявить тендер на капремонт. Причем выиграть должна была конкретная компания, которая уже начала работы без всякого конкурса, договора и даже проекта. Но на странице интернет-издания программа так и не появилась, Андрей Лохматов уверяет, из-за давления властей. Кроме того, рассказывает, накануне губернатор через подчиненных настойчиво приглашал его к себе в кабинет, но журналист отказался от встречи. Руководство издания отказалось публиковать выпуск на своей странице в связи с тем, что в день, когда, собственно, выпуск должен был выйти, утром с учредителем издания пришли полицейские вручать повестки на допрос. Я понимаю, что они не захотели идти в конфронтацию, в конфликт с губернатором. Таким образом, мне пришлось выпуск выпустить только на своей странице в Facebook и на своем блоге. Полицейский дебош в Херсоне. Шумная вечеринка четверых правоохранителей закончилась дракой. Сначала отмечали день рождения, а потом повздорили с гостями. И в результате одного из них выбросили с балкона пятого этажа. Как это произошло в нашем материале? На этих кадрах компания молодых людей отмечает день рождения. С каждой выпитой рюмкой страсти накалялись. В какой-то момент приятные разговоры переросли в скандал, а потом и в драку. Конфликт разгорелся из-за того, что у одного из мужчин пропали вещи. Тот конфликт уже между ними перерос в драку. Потом, когда я уже прорывался на улицу, а мой товарищ оставался там. Александр был на праздновании. Пришел вместе с товарищем. Когда началась драка, попытался выскочить из квартиры. Но на лестнице его поймали и стали избивать. Как оказалось, день рождения отмечала компания правоохранителей. Сосед с нижнего этажа рассказал. Слышали буквально все, что происходило в квартире. Патрульные по форме, машины шпих подвозят. И пришли же те же самые ребята, те же патрульные отдыхали. Часа три ругались, ругались, ругались. Потом понеслось. Уже там слышно было. Бух-бах. Видимо, устав от шума жильцы вызвали полицейских. Пока экипаж ехал, с балкона вылетел мужчина. Цепляется козырек, ногами приземляется на мою крышу. Подтикается, садится на попу и как с горки уже сюда приземляется на пятую точку. То есть смягчает падение. Вот это его и спасло. Мне было бы балкона, он был так бы хрякнулся. Мужчина остался жив. С тяжелыми травмами его доставили в больницу. Тяжелая сочетанная травма, черепно-мозговая травма, таракальная травма и позвоночная травма. В настоящий момент состояние больного стабилизировано, в средней степени тяжести. Начальник патрульной полиции города оправдывается. Подчиненные не были при исполнении. Но всех их уже отстранили от работы. Начато два уголовных производства. Статя 187 Криминального кодекса, а именно разбой. То есть один из гражданин, Андреевец, который в принципе все выяснил в социальной мереже, он бы заявил, что его там убили и забрали там какие-то определенные деньги. То по той статке на основе его заявки открыто криминальное проведение. И открыто статя 121. Тяжкие телесные ухлажения. Это по факту самой личности, которая выпала. Материалы дела уже переданы в прокуратуру. Ирина Вовк, подробности, телеканал Интер. Два обстрела за одну ночь во Львове и окрестностях неизвестно. Открыл огонь по автомобилям. Кто жертвы и найден ли преступник? Все подробности узнавала Галина Якушко. Все случилось около полуночи. На одной из улиц в центре города неизвестные обстреляли припаркованный на обочине Land Rover. На лобовом и боковых стеклах остались следы от пуль. Пробиты шины. Соседи говорят, видели возможных стрелков. Пострелил 6-8 было. Я когда подошла к нам, машина червеного колера рванула по сковороду и поехала на Некрасу. Я такая низкая. Соседи рассказывают, внедорожник принадлежит некоему Игорю. Он вместе с семьей живет в элитной квартире, которая занимает почти целый этаж. Из собственных источников нам удалось узнать. Мужчина работает в правоохранительных органах. В ту ночь его вместе с женой и детьми якобы не было дома. Сегодня нам никто не открыл. У них завжди светло горит. Поздно, а вчера не горело. То вчера их не было дома? Да, не было. Чуть позже несколько выстрелов пригримели в селе Мурованое, 10 километрах от Львова. Стреляли в припаркованный у дома ВАЗ. У автомобиля изрешечены боковые дверцы и заднее стекло. Жители дома, где припаркована машина, немногословны. Нам скажут, родители все знают. Честно. Все. Дайте мне спор. Соседи рассказывают, в этом доме живет местный ремонтник. Он что-то там машина. Вроде, когда-то ремонтировал. Сейчас не знаю, что он делает. Что-то такое. А что он там, каким-то механиком где-то работает. В местных СМИ появилась информация. На месте происшествия во Львове нашли пули, возможно, от автомата Калашникова. В полиции подтвердили. Стреляли из огнестрельного оружия, но какого именно не разглашают. За стрелком ночью устроили погоню и поймали. Им оказался 40-летний житель Львова. Почему стрелял по машинам, не рассказывает. Правоохранители взяли у него авто. Сейчас мужчина задержан. В связи с тем, что была загроза жизни и здоровью других людей, был введен оперативный план «Сирена». За хулиганство с использованием огнестрельного оружия, виновнику грозит до семи лет тюрьмы. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал «Интер Львов». В Германии разгорелась дискуссия о необходимости усилить меры безопасности в школах. Поводом стало жестокое убийство в учебном заведении на западе страны. Там накануне 15-летний ученик зарезал своего одноклассника. Продолжит Татьяна Лугунова. В немецком городке Люнен сегодня траур. Местная школа открыта, но занятия решили не проводить. С учениками работают психологи. Помогают справиться с шоком, который они пережили накануне. Убийство, которое потрясло Германию, произошло прямо в здании школы. Один из подростков внезапно достал нож. Зарезал одноклассника, после чего попытался скрыться. Спустя полчаса полиция задержала его неподалеку от учебного заведения. О мотиве убийства рассказал сам арестованный. Дескать, одноклассник несколько раз провокационно посмотрел на его мать. Это ужасное убийство шокировало всех нас. Мы не можем осознать, как такое произошло. Наше соболезнование семье погибшего. Задержанному 15, у него два паспорта, Германия и Казахстана. По словам учителей, он часто был агрессивен и неуправляем. В ближайшие дни дело передадут в суд, который определит меру пресечения. А немецкие политики тем временем снова подняли тему безопасности в школах. Среди предложений установить на входах детекторы оружия. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Почему легендарный Элтон Джон больше не выйдет на сцену? За что президент Уганды любит Трампа? И зачем по-перимскому велосипед? Об этом и не только в нашем обзоре. Элтон Джон решил уйти со сцены. О завершении 50-летней карьеры легендарный певец и композитор объявил на пресс-конференции. Такое решение принял по состоянию здоровья. В прошлом году он пробыл два дня в реанимации. Подхватил редкую бактериальную инфекцию во время турне по Южной Америке. Творческую карьеру Элтон Джон начал еще в 60-х. С тех пор продал больше 250 миллионов пластинок и заслужил титул сэра. Элтон Джон является одним из величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Президент Уганды признался в любви к Дональду Трампу. Больше всего ценит прямолинейность американского лидера. Мол, он говорит с африканцами на чистоту и призывает разбираться с проблемами. Ранее на Трампа обрушился шквал критики за то, что он якобы назвал африканские страны вонючими дырами. Президент США отрицает, что говорил подобное. Африканские лидеры обвинили Трампа в расизме. А вот глава Уганды Ювери Мусавени назвал его одним из лучших президентов в истории Америки. Словацкий велогонщик Петер Саган подарил папе римскому велосипед. Он бело-желтый, как цвета государственного флага Ватикана. Также на велосипеде изображен аргентинский флаг родины Папы Франциско. И выгравировано имя понтифика. Трехкратный чемпион по велошоссе отправился в Ватикан с женой, сестрой и матерью, чтобы окрестить трехмесячного сына и получить благословение Папы. Для семейства организовали частный визит в Сикстинскую капеллу и экскурсию по Риму. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности ЮЭЙ в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова